Так, всем здорова и сегодня у нас на обзоре новая прошивочка для Xiaomi Mi 8 и это MIUI 1203 от EU, Xiaomi MIUI EU и в списках изменений у нас здесь ничего нету но по факту, что изменилось, я уже где-то пользуюсь этой прошивкой дня 3-4 и заметил хороший прирост батареи, то есть наконец-то в MIUI 12 исправили батарею и теперь где-то время продолжительного использования телефона выросло примерно на полчаса-час использования экрана что очень даже хорошо также пофиксили некоторые мелкие баги, там при сворачивании бывало вот это меню не открывалось корректно и так далее из оперативки мы видим свободно половина, что тоже неплохо при всех закрытых апах то есть даже 3.1, 3, ну вот да, ровно половина здесь у нас все по-старому то есть здесь у нас все так же, как и было погода всякие заметки можно оставлять и вот такой вот новый пункт меню здесь есть Memory Clean то есть нажимаем, обновляет Memory Smart Devices можно подключать девайсы, здесь будет отображаться их заряд батареи и вот тут тоже такие Shortcuts немножко обновили их и теперь они выглядят именно вот так вот так, идем дальше здесь погода, все как всегда и дата заходим в камеру так, пройдемся по всем основным приложениям быстро и посмотрим, что поменялось в камере все те же самые настройки, но дизайн с MIUI 12 немножко обновился здесь есть сразу форматы сразу вынесли некоторые кнопочки кстати, я не знаю что а, прикольно, такой эффект размытия раньше тоже не было этой кнопочки видео здесь можно сразу выбрать все режимы то есть 4K60 1080 60 и так далее режим Pro тут тоже ничего особо не поменялось здесь More можно делать настройки то есть можно вынести то, что вы используете чаще всего в основной пункт меню, например, Портрет так, Портрет все так же снимает вот эта кнопочка есть размытие фона, цветов, тоже все, в принципе, уже было в предыдущих версиях MIUI проверим так, Short videos неинтересно проверим Slow Mo режимы остаются те же самые в принципе, ничего особо не меняется в Slow Mo и настройки тоже идентичные ну, думаю, по всем остальным приложениям там плюс-минус все осталось как на MIUI 12 то есть из того, что я еще не тестировал это пункты настроек то есть здесь понятно часы немножко обновились все потихоньку обновляется и переходит в дизайн такой MIUI 12 простого так переходим настройки и что мы здесь видим здесь тоже все в принципе по старому показывают версию так движемся дальше и хотел бы найти выбор региона что немаловажно это появилось в MIUI 12.02 и можно выбрать любой регион у меня сейчас стоит China но вы можете выбрать любой регион и от этого возможно будут зависеть параметры громкости и параметры некоторых других приложений так хотел проверить вот это фоллскрин дисплей есть кнопка так можем найти здесь тоже новый control center он потихоньку добавляется как-то обновляется ремонтируется и сейчас он выглядит примерно так и работает достаточно классно все выглядит супер здесь можно поменять яркость автояркость кнопка сразу то есть с этим проблем нету также более-менее стабильность на этой прошивке стала выше и теперь при скроллинге нет никаких глюков и багов то есть реально вот с каждым обновлением все допилить и допилить думаю еще вот пара обновлений и таких глобальных уже апдейтов на MI8 не намечается батарея батарея ну вот час актив 25 процентов час 23 даже актив а сколько скрин час 23 скрин ну примерно 20 полтора часа это 25 процентов то есть в среднем будет держать примерно 6 часов экрана это максимум и это на Wi-Fi то есть возьмем наверное 5 часов экрана с LTE с таким средним использованием на день должно хватать в принципе но не всегда так из интересного что хотел показать это always on тут ничего особо не поменяли и ищу я home screen вот эту хочу найти полоску белую которая появилась MIUI 12 и ранее ее не было ее здесь где-то запрятали control center ну спрятать можно верхний бар эту челку тоже работает нормально кстати иногда использую так full screen mode здесь ничего интересного full screen display мы здесь уже были вот height screen indicator нашел вот эта полосочка появилась не знаю если свайп влево-вправо просто переключение приложухами то есть особо есть не толк или нет но может зайти в youtube и посмотреть что до сих пор она выделяется белым то есть хотелось бы чтобы она как-то не так сильно выделялась давайте зайдем в другое приложение здесь хорошо то есть здесь она сливается с фоном и все красиво поэтому думаю со временем ее пофиксят и больше приложений будет поддерживать давайте попробуем chrome то есть в хроме тоже есть какое-то разделение на ней такая вот полоска то есть она не прозрачная что надоедает и поэтому приходится ее постоянно отключать и она у меня выключена в принципе переключение по приложениям по жестам можно делать вот так без этой полоски и так же все работает то есть в целом данную прошивку я рекомендую и стоит на нее обновляться и я так же вижу такой большой интерес конкретно к этой прошивке многие спрашивают когда будет глобалка когда когда она придет наконец-то на наше устройство глобалка уже первая начала свой выпуск скажем так хоть пару дней назад но пока еще опять в бета-тесте ограниченному количеству ее выпустили потом отозвали и еще все не ясно но думаю в ближайшие пару недель уже будет обновление по воздуху на глобалку но если вы не хотите постоянно ждать обновлений так как с глобалкой я так понял уже все будет туго и вряд ли будут новые обновления выходить часто возможно там раз два в три месяца и ничего существенного то я рекомендую переходить на вот эту прошивку MIUI 12 на Xiaomi EU в прошивке есть все языки русский, английский давайте я вам покажу сразу чтобы так чтобы это было наглядно видно так как многие тоже спрашивают что это китайская версия эта прошивка построена на китайской версии но при этом там есть все переводы есть полная адаптация под наши рынки поэтому разницу с глобалкой вы не почувствуете также google pay работает сразу после установки прошивки никакие настройки дополнительно не нужны так заходим language и как мы видим языки все иностранные языки в том числе белорусский русский украинский то есть все необходимые языки здесь есть столько же языков как на глобалке поэтому откладывать переход на эту прошивку я не рекомендую и прошиваться лучше как можно быстрее будете всегда получать первые обновления инструкцию думаю я приложу в описании к этому видео на 4pd как сделать прошивку но это тоже потребует какого-то времени нельзя просто через три точки закинуть прошивку и все нужно будет разблокировать загрузчик опять же сотрутся все данные на телефоне и после этого вы сможете уже установить рекавери и через рекавери установить эту прошивку но в будущем когда вы уже все это сделаете один раз никакие вайпы ничего не нужно будет стирать и все обновления будут приходить по воздуху я установил еще MIUI наверное десятую сюда или может быть одиннадцатую на этой прошивке я уже не помню это было год назад и вот в течение года я не удалял не стирал данные просто по по воздуху обновился на MIUI 11 на MIUI 12 на Android 10 то есть все эти обновления с девятого андроида MIUI 10 до десятого андроида MIUI 12 были по воздуху и без стирания данных и как видим никаких проблем все функционирует возможно да один день нужно будет стереть и почистить телефон но пока меня все устраивает все работает поэтому один раз лучше заморочиться и потом уже не будет никаких с этим проблем и будете реально наслаждаться использованием прошивки и получать все самые новые фичи самым первым поэтому инструкцию еще раз повторюсь добавлю в описание и не откладывайте переходите на эту прошивку и наслаждайтесь всегда новыми обновлениями до скорой встречи субтитры